Йоу, всем привет, с вами Джамбо Макс, и сегодня мы поиграем в Battlefield V. На бета-версии она мне понравилась не очень, но посмотрим, как будет сейчас. Для тех, кто тоже хочет попробовать эту игру, можете оформить подписку EA Access, если что, там всего лишь 300 рублей за месяц, и игра будет доступна прямо сейчас. Так, ну я начинаю, поэтому погнали! СТО НАРЯДОВ В НЕ ОЧЕРЕДИ! За что? Да, забыл вам сказать, что купив подписку EA Access, игра будет доступна вам на 10 часов. Поэтому, если вы вдруг поиграли, то сразу её закройте. Ну, чтобы сэкономить время. Вот блин, уроды, смотрите, какая долгая загрузка, а? А ведь 10 часов играть в эту игру, а? О, наконец-то! Вообще, кстати, мне нравится батла, особенно её мультиплеер, потому что она очень масштабная и атмосферная. По крайней мере, это было в первой части. Норвегия, 1940 год. Кстати, сейчас посмотрим на графу, потому что я не смотрел геймплей и не знаю, как что сделали, будет интересно. Я так понимаю, нам дают сначала поиграть в одиночную миссию. Ну, то же самое, как, короче, в первой батле. О, это я! Так, ну ладно, мы не будем менять управление. А именно чувствительность, она здесь, конечно, плохо настроена, но... Блин. Сложно стрелять, на самом деле, пока. Ну, кстати, на самом деле, пока что чувствуется атмосферненько. Давайте обойдём их. Да отойди ты, что ли. Угу, видно теперь, как он подбирает патроны. О, это карта, которая была в бета-тесте. Я помню её. Это такой коридор. Там все вечно сидели и со снайпы стреляли. Ух, ма! Тутс. Я думаю, мы увернёмся. А, нам, походу, видимо, в первом ролике покажут не только игру за одного персонажа, а за всех из компаний. То, что в первой батле показывали только за одного персонажа. И то, который потом недоступен. А сейчас, видимо, за всех. Но, честно, пока прикольно. Пока прикольно. Вот они. Сложно. Бу! Вперёд надо стрелять. Бу! Так, это подорвали. Блин. Бух. Едем. Стоп. У нас... А, это наш. Чувак с автомата пытается нас расстрелять. Ну, удачи, лол. А, мы, блин, за немцев играем даже, я так понял. Ничего себе. Ух, чуть не попали. Бабачки. Вот это мы шибанули. Вон, ещё один. Бабацки. И ещё раз себе. На всякий. Ой-ой-ой, не вижу, не вижу. Стрельным просто так тогда. Ой-ой-ой. Ну, кстати, атмосфера войны немного чувствуется. Вот, музыка очень напряжная такая. Воевает, так скажем. Блин. Ну, так должно быть. Это я не нупаю. Просто так должно быть. Сейчас мы за снайпера, да, будем? Да, мы будем играть за снайпера. Всё, погнали. Блин, со снайпера я всегда плохо стреляю. Ну, кстати, скажу вам, что игруха выглядит очень прикольно. Очень прикольно. Блин, вот знаете, стрельбу они не улучшили. Как бы... Как бы вам объяснить. У вас нету чувства попадания в цель. Если же в Battlefield 1 это как-то сопровождалось вибрацией, то тут... Но игруха красивая. По крайней мере, в компании. В кого стрелять-то? Понятно. Сейчас уверен, что мы полетаем на самолёте. О, вид от первого лица. А вот этого, кстати, не хватало в первом Battlefield. Там, по-моему, первое лицо было только тогда, когда стреляешь с туреля. Жалко, рук не видно. Было бы вообще супер. Ой-ёй, блин. Очень сложно управлять самолётом с таким видом. Это вообще... Давайте попробуем сбить. Я надеюсь, что это не наш. Хоть этот вид и прикольный, но ты не чувствуешь, что ты куда-то летишь. Как будто ты вот... У тебя есть траектория, и ты как будто крутишься в шаре. У тебя нет чувства вот именно расстояния до земли. Нет чувства расстояния до самолёта. Вот как-то вот так вот я скажу. Вот смотрите, как будто, видите, он не летит, а как будто стоит там на одном месте, и всё. Да. Лётчик из меня так. Несмотря на новую часть потлы, её всё равно как-то вот рассматриваю как дополнение к первой. Я не знаю, почему такое ощущение. Видимо, из-за, так скажем, времени самой игры. Вот-вот опять, вот я как бы вроде их убиваю, да? Но я не понимаю, у меня нет чувства того, что я их убиваю. Блин, вот я на горах. Мне нужно по-любому настроить чувствительность. Всё, по-любому она ща замочит. Да. Ммм, экшончик. Блин, я не попадаю. Но зато как в реальности. Дышь. Всё. Вот почему, когда я смотрю этот ролик, мне почему-то это всё напоминает Батлу Первую. Вот практически всё. Да даже, по-моему, Негра такой же. Ну, не знаю, нагнетание обстановки, как бы показать, что это очень фигово, когда там идёт война, когда это жалко, там и тому подобное, как бы у них вроде получается, но опять же, эмоции лично у меня никаких не вызвало. Типа, я понимаю, что это игра и тому подобное. Ну, не знаю, пока что-то как-то не очень зацепило. Да, всё вышло красивенько, но... Чувства войны, опять же, нету. Врагов нет чувства того, что ты убил, победил, проиграл. Пока вообще бесчувственно. Просто бесчувственно. Блин, вот капец. За что я не люблю Battlefield, так это за долгую загрузку. Вот серьёзно. Менюшка грузится, ну, приблизительно минуты три уже. А, так, прорыв, превосходка. Вот, давайте схватку команд сначала попробуем. Серверов ноль. Ну, давайте поиграем тогда в... Ну, пехотные бои, что ли? Ну-ка, подборкары. Да, давайте для меньшего масштаба нам это подходит. Так, ну, давайте сначала за штурмовика. Посмотрим, что это вообще за режим, что здесь нужно делать. Ну-ка. Угу. Постраните цели при помощи взрывчатки. Есть, командир! Ну, как прорыв, наверное, да, такой же режим. А я ничего вообще не понимаю. Так, это понятно. Сейчас давайте чуть разберёмся. Это взрывчатка. Помощь, помощь, пожалуйста. Да всем по барабану. Ну, кстати, карта более-менее красивая. Но, знаете, ситуация похожа на ситуацию с Battlefront 2. То есть у игры есть какая-то такая зернистость. Мы вроде бы как выбрали маленький режим, а он нихера не маленький. Давайте попробуем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Бах. Поднимите меня, пожалуйста. Ребята! Ребята! Ребята, ну... Ну я же около вас. Ну ё-моё. О, может он ползёт ко мне? Да хер там плавал. Я вообще никого не убил. Чё это за хрень вообще? Ё-моё. Ну и чё это за бред? На хрена там точка, если она, блин, в тысячу километрах от основного боя? Бл***ь-ка. В смысле? Чё за бред? Зачем я так сделал? Я думаю, мне раскроется парашют, он не раскрылся. Вот я его убил, и опять у меня нет чувства того, что я убил. Да, там есть какой-то звук, такой длинг. Но... Чё это вообще за режим такой? Там было указано, что он, в принципе, для маленьких боёв. Он ни хрена не маленький. Может... А, ты тоже, да, за пулемётчика? Спасибо! Честно, если сравнивать эту игру с Battlefield 1, то... Я бы сказал, что пятая часть — это жалкая пародия. Вот почему-то мне так кажется. Пехотные бои. Подборка карты режима с упором на сражение меньшего масштаба. Вы видели, какая там карта? И... Участвует только пехота. А танк? Там ехал танк. О, давайте на самолёт и выпрыгнем с него. Как-как? Почему? Э-э-э, подними! Знаете, в батле, на самом деле, и так никто никого не поднимал, а так вообще не будут поднимать. О-о-о! Пацаны, мы все умрём. Здорово. Почему я первый? Я не хочу! Я не хочу! Вот это клёвая, вот это клёвая задумка. Ладно. Ладно. Как... Скажи кнопку. Икс? Ладно. Фух. Фух. Я раскрылся. Вот поднимите, чувака, лежит же около... Господи, ну... Давай, братан. Я тобой займусь. Всё, понятно. Медик, он лечит чуть быстрее, чем обычно. Поэтому медик норм. Медик норм. Братан. Я тебе помогу. Без базара. Я сыграл как нуб. Серьёзно. Я вообще никого не убить не могу, серьёзно. Это что за фигня? Всё возможно, потому что я не играл давно в Battlefield 1. Ты что ли? Я. Почему ты бородатый и у тебя... Что у тебя с лицом? Ой, бейба. Я хочу сквам. Поехали. Блин, меня убили. Дай я нуб. Братан, помогу, помогу, помогу. Не умирай. Бабацко. Это наш танк или нет? Видимо, не наш. А, я ещё выжил от такого этого, да? Типа, меня могут вылечить? Я не могу передать это словами, но ты в ней играешь и понимаешь, что игра, она пустая. Не потому что тут нет какого-либо контента, но в неё просто не хочется играть, потому что ты и так вдоволь наигрался в Battlefield 1. Я надеюсь, меня никто не заметит. Я ведь скрытный. Просто посередине поля пробежал. Просто я думаю, что на этой точке никого не будет. Блин, я пробежал, наверное, уже полторы минуты. Вот если меня там убьёт, будет обидно. Блин, я даже не знаю, куда здесь спрятаться-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не хочу, не хочу, не хочу. Не убивайте меня, пожалуйста. Кстати, на картанах он стал бежать быстрее. Так, вот прикольненько так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, ну на самом деле меня наскучивает вот так вот бежать из точки в точку. Бежишь, бежишь, бежишь. Уже скребался бежать на самом деле. Где контакт? Вообще не могу попасть. Это что за хрень-то? Попал. Вот так, вот так. Как в колде. Ой-ой-ой. Где ещё это? Бах. Окей. Чё, они из кустов повлезали, чё-то не понимаю. Ох, он гад, он всех вылечил. Либье уже настолько привык к колде, что батла мне кажется немного скучноватый и унылый. Либо с пятой части реально что-то не так. Вот, может... О, братан, спасибо. Ё-моё. Прям благодарен тебе, вот тебе... Блин, всё, дам тебе. Красава, спасибо большое. Помогай, братану, ну... Ой, вообще, вот это лекарь, я понимаю. Так, мы точку захватили, поэтому нам нужно ещё полчаса бежать до следующей. Да, да, она играется намного лучше, чем бета-версия, но... Интереса всё ещё нету. Так, тихо. Да, я понимаю, что я... Тух-тух-тух, как ассасин! Я видел здесь, какого-то чела. Ну, чтоб на всякий. Бах! Хе-хе-хе. Это моя амина. День третий. Не, ребят, сорян, но давайте без меня. Знаете, если честно, говорить об этой игре, то её нельзя воспринимать как новую игру. Это просто как дополнение к первой части, серьёзно. Если честно, то Battlefield V меня вообще сейчас никак не зацепило, и брать её точно не хочу. Может быть, когда появится Королевская битва, что-то изменится, но на данном этапе она очень скучная и... Какая-то без души, знаете, просто без души. Ты вот стреляешь, и у тебя нет чувства того, что ты убил. У тебя нет чувства того, что ты попал. Эх, короче. Просто... просто... просто она не очень. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...